Физкульт, привет! Меня частенько спрашивают о том, какой нож следует выбрать у Майкротека. Whale Shark Ninja Cycle Elite. Пришел и в личке на ютубе, и на форумах. Люди частенько спрашивают. По большому счету, это единственные два ножа, которые сейчас доступны у Майкротека и являются представителями спокойных форм. Потому что третий нож складной, не автоматический, который есть, это Select Fire, он все-таки специфический дизайн имеет. Поэтому люди, наверное, больше всего раздумывают между сакумом и китовой акулой. Так вот, для тех, кому интересно, для тех, кто спрашивал, я записываю это видео. Самые основные отличия, это рукояти. Здесь G10, здесь алюминий. И даже дело не столько в самом материальной рукояти, сколько в том удобстве, которое рукоять может предложить вашей ладони. Посмотрите, насколько здесь рукоять длиннее и насколько более вариативный хват. Так, так, не знаю, еще таким хватом. Здесь же рукоять короче. И за счет изгиба она должна было бы более удобно лежать в руке. И за счет изгиба, и за счет того, что не так сужается к навершию рукояти. Но, вот этот вот крюк клипсы, сравнить с этой клипсой, здесь тоже торчит. Но здесь он как раз впивается вот сюда. Вот посмотрите, я пару раз буквально сжал нож. Вот посмотрите, вот видно вмятие. Здесь же вот этот крюк клипсы, он ложится как раз вот в выемку на ладони. Поэтому он ничего не мешает и не трет, не наминает. Соответственно, это негативным образом сказывается на то, как ведет себя этот нож в работе без перчатки. Вот этот плавник также серьезно раздражает указательный палец. И вот эта вот небольшая выемочка на пластине замка, она также абсолютно не добавляет эргономичности этой рукояти. и трет указательный палец. При этом рукоять самого сокома, она далека от идеала. Во-первых, за счет того, что она сужается. В определенной, в определенных видах работы это может и удобно, но теряется контролируемость навершия рукояти мизинцем. То есть, к примеру, если взять какой-то такой нож, вот этот грибок, он очень серьезно способствует улучшению контроля над ножом, именно за счет мизинца. За счет того, что даже, казалось бы, небольшим пальцем, ты участвуешь в управлении ножа. Та же самая парамиля, которая имеет заслуженную репутацию, она тоже обладает данным грибком, тоже мизинец, участвует в управлении ножом. Ну, здесь же этого нет. Наоборот, как бы, даже сжимая, видишь, чуть-чуть болтается рукоять вот тут. Это совсем не способствует. Но, тем не менее, эта рукоять удобней, нежели здесь. Кликса, как вы понимаете, здесь для ношения и там, и там в одном положении позволяет носить нож. Здесь тип-даун, здесь тип-ап. Вообще, габариты ножей, в принципе, сопоставимы в сложенном состоянии, в сложенном положении. По длине, понятное дело, акула, она пошире. Толщина клинка где-то сопоставима, где-то в чем-то похожа. Длина клинка отличается, длина режущей кромки, обратите внимание, у сапома, насколько больше. Если соком можно открыть только большим пальцем, то акулу большим пальцем тоже можно открыть, но это не так удобно, как вот этим плавником. Складывание ножа. Здесь происходит давление большого пальца как раз на вот этот вот небольшой выступ, наминает большой палец. Здесь это пластина, которая достаточно хорошо отжимается, удобно. Он более приятен в руке, в том числе и за счет складывания. При работе этим ножом пластина уходит дальше, это можно видеть на видео на моем канале, чуть гуляет. Здесь же, за счет того, что с другой стороны находится плашка, не плашка, а сама рукоять не выполняет роль замка. Здесь ничего не гуляет. Разблокировать вот этот вот замок случайно сложно. Конфигурация клинка. Посмотрите, насколько отличается изгиб режущей кромки на сокоме и на китовой акуле. Но при этом, за счет того, что здесь изгиб средней линии клинка и рукояти, работать им не так удобно при нарезании продуктов, нежели вот этим ножом. Хотя тоже это ни кухонь, ни понятное дело. Спуски здесь высокие, здесь еще выше. Соком, в моем случае, сведен тоньше, чем акула. И это ощущается серьезно при работе. Насколько я знаю, акула в обычной стали сведена потоньше, чем, в моем случае, 204P. В общем-то, режет соком получше. И режет получше, и в руке поудобней. Так что, как бы, отвечая на вопрос, соком стоит покупать в качестве первого микротека, первого фолдера не автоматического. А акулу стоит покупать, если у вас уже есть хорошие ножи, и вам хочется просто интересный нож необычного дизайна. На всех остальных случаях стоит предпочесть что-то более традиционное, менее вычурное, ну и действительно проверенное годами уже. Замки вблизи. Спинки рукояти. Клинки. Баланс в том и в том случае сильно в клинок, но гораздо сильнее у акулы это наблюдается, потому что рукоять она из G10 и гораздо более легкая, чем на Сакоми. То есть, вы видите, насколько как бы клюет нож. В данном же случае указательный палец, ну тоже клюет, но не так сильно. Это не доставляет лишней, лишней уверенности в управлении ножом. Ну вот такой вот сравнительный, небольшой сравнительный обзорчик этих двух ножей. Повторюсь, если стоит вопрос выбрать один из, то это должен быть Microtec с соком Elite. Неважно в какой стале, по эргономике, по полезности ножа, это на уровень выше, нежели данный нож. Это просто интересный, необычный, нужен скорее коллекционерам, чем тем, кто действительно хочет работать ножом и получать от этого удовольствие. Надеюсь, ответил на вопросы, если что, обращайтесь, постараюсь ответить еще.